Субтитры делал DimaTorzok Решил провести прямой эфир, сейчас нахожусь в дороге, еду в Иерусалим, слава Богу, нашел свободное местечко, где можно тихо и радостно дать прямой эфир. Готов поразмышлять с вами, вопросами, рассказать, какой удивительный тренинг прошел в Челябинске. Прямо правда удивительный такой, легкий, новый такой этап, наверное, строения своих финансовых аспектов. Пошли, посмотрели, посмотрели в Жадину, в Завистника, посмотрели в Идею. Челябинск, да, Челябинск, очень хороший город. Слава тебе, Господи. Сейчас уже в Москве, через час буду собираться. Дорогу. Эдгар, здравствуй, когда в ЗК будет про папу? Будет, обязательно будет. Сейчас закончится кейс между кейсами, и мы пойдем. По отношению с папой, смотрели в этот кейс, за ним судья. Я нахожусь сейчас в Москве в Шереметьево. И решил с вами. Да, хорошие, такие удивительные, святые люди. Мужчин было очень много. Наверное, из 80 человек, на человек 20-25 было мужчин. Ну, причем все такие молодцы. Как? Какое счастье. В Москве я взял зал на 250 человек. Хороший большой зал. Удивительно удобный. Здравствуй, Испания. Здравствуй, теплая страна. Для тех, кто только включил и не знает меня, я Эдгар Зайцев, психолог. Магистр психологии и педагогики. Клинический психолог. Как научиться радоваться каждому дню. Понять, что в день всего мы живем тысячи минут. И какой смысл злиться и терять свое время в проживании на этой планете Земля. Какой смысл. Как это сделать? Ну, вот. Есть такие моменты, да. Давайте вот я вам расскажу о них. Есть тренинг, где мы тренируемся. То есть тренинг, это не высвобождение вас от всего и сразу. А тренинг, это научение, как вам потом в жизни очень легко смотреть на то, что вас раздражает. Почему вас раздражает. Что происходит в момент раздражения. И уже принимать решение, именно принимать решение, да. Согласно своей свободной воле. Радоваться вам этого или переживать, это удивительно. Как себя вести с токсичными родителями. Простить себе обиды на родителей. Вот для этого у нас сейчас вышел удивительный тренинг, аудио тренинг, да. Там есть принятие обид на папу, принятие обид на маму. После этого снятие с себя осуждения. И следующий, следующий этап. Это, когда вы все это осознаете и станете внутренним родителем для самого себя, вы узнаете те сценарии, которые мешают вам сейчас жить радостно. И только после этого, после этого вы можете их поменять. Войдя в рот. И через рот поменять эти обусы. Полный сценарий. И тогда вас это будет просто радовать. Токсичные родители не существуют. Это просто ваши обиды очень токсичные. И родители постоянно вам показывают на ваши обиды. Они другие уже, совсем другие. Но вы до сих пор обезоните. Как отвязать бывшего от себя? Та же самая ситуация. Простить то, что вас держит. Потому что то, что вас держит, те обиды, которые вас держат, которые вы доказываете ему, и скорее всего, на зло. А что? Зарядок, что-то я, я не западу. То это вот как раз вас и существует. Вот как раз это вас и задерживает в этих отношениях. Доказательства. Нам нужно доказать. Вот девушка добрая пишет. Лара Саван. Неужели самостоятельно, через медитацию, можно все это проработать? Вы знаешь, Лара, вот проработать нельзя. А осознать и простить себя можно. Потому что вот был такой товарищ, у начальника, он такой прикольный был парень. Вот он издал лозунг «Мы не рабы, рабы не мы». В восемнадцатом году того столетия. И за этих сто лет, мне же в пространстве стирается, да? И за этих лет мы до такой степени зашли в этот лозунг. Это как контекст жизни, что мы даже с психологами прорабатываем. Что ты можешь проработать с психологом, я не знаю. Чем? Напильником будем работать? Или стамеску возьмем с киевом? Как это сделать? Что такое проработать? Понимаешь, никакой. Очень много слов, которых мы произносим, думая, что это хорошие слова или синонимы каких-то хороших слов. На самом деле, это совершенно разные контексты. Ну, к примеру, как мы вчера на тренинге смотрели эти контексты, да? Совесть и стыд. Это два совершенно разных контекста. Это черное и белое. Допустим, спасибо и благодарю. Это тоже черное и белое. И также проработать и осознать. Это тоже черное и белое. Ты-то говоришь про осознать, но говоришь про работать, думая, что это одно и то же. Нет, совершенно разные вещи. И вот медитация дает возможность как раз осознать. И есть хорошее такое выражение. Не веришь, проверь. Очень много людей, которые уже зашли в это, идут в это, осознают это. И у них происходят чудеса в это. И слава тебе, Господи. И слава тебе, Господи, что это происходит. Потому что моя задача научить человека, даже не научить, человек может только научиться, а именно показать человеку, как можно стать психологом для самого себя. У меня получилось, и у тебя получилось. Именно дать возможность посмотреть в каждый аспект, который тебя раздражает. Вот вчера на тренинге, удивительно, очень много было новеньких, совершенно новеньких, которых не читала в моих книг, не делала медитации. Люди прям оживали, прям в тренинге оживали. Такое счастье. Это правда, правда счастье. А тем более Челябинск, он же такой у нас, крутальный, железный. Вот когда человек идет в осознание самого себя, вот зачем он живет, что с ним происходит, как он это создает. Это удивительно. Это правда удивительно. Когда человек просто начинает оживать. Начинает изознавать, что жизнь и выживание это совершенно две разные вещи. Эдгар, добрый день. Какую медитацию послушать, чтобы понять и разобраться по беременности, нужна ли сейчас в тракте? У меня есть женские трудности, процессы. Там три удивительных процесса. Если, конечно, вас коснулось сейчас, если я. Первое, это принятие абортов, простить себя в абортах. Потом простить себя в замерзших беременностях и выкидышах. Потому что там очень много боли и очень много обиды у женщин. Стыда, разочарования. Там очень, там, там такой спектр чувств деструктивных, которые, которые правда убивают, которые не дают возможности смотреть на все иное. Обвиняют все вокруг из-за этого. Это правда удивительно, но это и есть. Поэтому, вот, я бы рекомендовал, если есть такие аспекты, начать с этого. Второй момент. У меня, если у вас этого нет, слава тебе, Господи, у меня есть очень хороший кейс, как бы для начинающих, даже можно сказать, для человека, который может соприкоснуться. это я достойно или я достоин большего. Вот все кейсы, ну, все люди, которые начинают идти, я всегда предлагаю начать с него. Почему? Потому что там правильно подобраны, правильно поставлены, вовремя и срок медитации. Утром и вечером, утром и вечером. И вы как раз посмотрите внутренние обиды на своего ребенка, внутренние обиды на свое взрослое. Чтобы осознать просто, что с вами происходит. Хотя бы прикоснуться к тому, что внутри. Потому что мы так в этом идиотизме бежим от себя, что мы забываем самое главное, что мы уже прям сейчас живем. И весь этот поиск жизни, так называемый, поиск, уводит нас от самой жизни. Поэтому посмотри, я достойна, я достойна большего. И если нет этих вот ситуаций, которые происходили с тобой, именно вот то, о чем мы говорили. Сказать это твоему сыну не нужны, а моему мужу нужны. Ну вот моя задача, я же говорил, защитить своего мужа от его мамы, от своей мамы и от себя. Как это сделать? Ну вот в клубе мы как раз вот сегодня будем это проходить. У меня есть еще такое удивительное сообщество удивительных людей. Называется закрытый клуб от Норгозайцев. И мы там иногда смотрим в эти ситуации. Просто смотрим. И вот сейчас мы будем вот как бы раскладывать ситуацию с я же матерью. мы ее начали. То есть начале мы проходили я. То есть приоритеты жизненные начались у нас. Вначале мы проходили что такое я. То есть я, я есть, я есть то, я есть то, что я есть. То есть четыре важных аспекта формулы Бога. И следующий момент мы пошли в семью все моих я. Это тоже удивительно. Обида на папу, обида на маму, папина дочка, мамина дочка. Или там папин сын мамин сын. То есть какие там аспекты, как там человек вжимается, как там он заходит в долги, а не в жизнь. Потом мы смотрели суку меркантильную. Удивительная роль, когда мужчина оскорбляет таким образом или вас оскорбляет что за сука меркантильная. Да, это же сжимает очень сильно, это противно. И тем самым вы закрываете самое главное, что у вас есть. Сука это женское начало, а меркантильная это как женщина может создать очаг, если она не меркантильная. Какой она очаг создаст? Дырявый, который будет тухнуть от огня, от ветра, от маминка. Поэтому тут тоже очень много интересных моментов. потом мы смотрели судью, потом мы смотрели прокурора, адвоката, как себя можно обвинить, а как себя можно оправдать. Вовруна смотрели, тоже очень удивительная роль, которая закрывает труса, прячет его, агрессора. То есть все это именно те роли, от которых мы бежим, прячемся и не понимаем, почему они выходят наружу. А выходят они наружу только потому, что мы от них бежим. Как только ты не признаешь в себе какую-то роль, ты начинаешь проживать этот опыт, чтобы признать, осознать и простить себя самого в этих аспектах. Найти те травмы свои внутренние, чтобы принять опыт, прожить опыт. Но в принципе здесь, на земле-то и для этого мы просто проживаем в каком-то божественном плане. Поэтому со свекровью просто скажи твоему сыну не нужны, моему мужу нужны. Иди со своим сыном самариши, а я со своим мужем самариши, это мой муж. Да, это твой сын, но это мой муж. Благодарю вас, в каких ситуациях нужна личная консультация. Лара Сова, знаешь, в каких ситуациях выбирает сам человек надо ему, нужна ему, не нужна ему. Для чего это нужно? Зачем это нужно? Это каждый человек сам решает. Моя задача, я психолог, моя задача включить телефон в нужное время и в это время человек уже записался на консультацию и он идет со своим запросом. И эти запросы совершенно разные, они всегда разные. Нет ни одного одинакового запроса, потому что каждый человек проживает свою жизнь и свои опыты и у него есть какие-то свои моменты. Как я могу сказать о таких ситуациях? Но вот личную консультацию я всегда предлагаю, потому что медитативных процессов у меня нет. Чем отличается консультация от медитативных процессов? Консультация мы идем, мы, скажем так, мы берем маленький тоненький скальпель и маленький идем туда вот в эту ранку и мы находим конкретно вот эту вот ранку. Медитативными процессами ты идешь в аспект и находишь кучу этих травм, всевозможных. Да, может быть, до самой ранки не дадешь, но ты ее расчистишь, чтобы потом можно было тымс и вытащить легко эту занозу, которая сидит и мешает. Медитативные практики не очень сильные, они не просто медитативные практики, это психологические процессы. И чем плюс, допустим, того же кейса, очень большой плюс, и по цене большая и глубокая разница, то есть кейс всем раз дешевле, чем консультация. Для того, чтобы человек каждый день находился сам собой. То есть каждый день человек идет в какой-то определенный аспект. Каждый день он смотрит какие-то травмы свои, он получает энергию для своей жизни. Это очень здорово, это правда очень здорово. С каких медитаций лучше начать? Я предлагаю, если просто начать и ты ни разу этого не делал, лучше, наверное, все-таки божественной любви. Там есть процесс на сайте божественная любовь. Он удивительный процесс, он дает возможность кайфануть очень сильно. То есть он такой по набору энергии очень мощный процесс. Ага, важно, когда осознал и понимаешь. Да, конечно. Про совесть и стыд можно ли поподробнее? Да, конечно, можно. Что такое совесть? Совесть это никогда тебе говорят, какой ты бессовестный. А совесть это со сам слов. Это душа. А весть это послание. Весть, да, весточка. Это послание души. И послание души их только два. Тебя либо сжимает, либо разжимает. Либо это внутреннее состояние. Ты знаешь, это очень интересно. Вот вчера на тренинге мы проходили удивительный урок. Была такая прекрасная девушка Елена, которая стала и говорит, ну, так вот, по-честному, то есть она правда видит свою правоту и говорит, ты знаешь, вот ты говоришь много, да, про долги, а я вот должна своим родителям. Я должна, чтобы они жили. я должна, должна, должна. И она прям упивалась этим должна. Я говорю, окей, давай сыграем в игру. Вот первая игра. Мы сейчас все вместе, всем залом, там сидело около 80-ти человек в зале. Мы будем говорить, я должна своим родителям. И несколько раз мы начали это повторять. А потом я просто спросил, ты можешь это проверить сама? Что происходит с телом? Тело сжимает. при слове должен тебя сжимает всегда. То есть ты получаешь состояние сжатия. Это одно из понятий совести. Тебя сжало. Говорю, окей, все, встали, встряхнулись, теперь следующее. Я люблю своих родителей. Я люблю своих родителей. Начали говорить это же самое. И у людей прям улыбки на лицах начали появляться. Им прям кайфово стало. понимаешь, разницу между должна и люблён. Это как раб Божий и сотворец Божий. Потому что раб Божий никогда не будет любить своего господина. Это иллюзия. Никакой раб никогда не будет любить господина. Никогда в жизни. А сотворец Божий он всегда будет любить Бога. Потому что Бог для него это отец любящий. любящий. дед. У меня дед. Он меня любит беззаветно. Потому что прежде чем идти в какое-то самопознание, в самоидентификацию, самоосознание, нужно осознать самое главное, какой у тебя Бог. Кто он для тебя? Если он карающий, Бог у тебя каратель, то что ты получишь кроме карани? Если Бог милостивый, а у меня миловальный, помилуй меня Господи, помилуй, не помилуй, а помилуй. Совершенно другая разница, совершенно другое понятие. Когда ты понимаешь, что все происходит по воле Божьей, какой смысл нервничать? Ты выставил свою идею. Про идею мы будем на тренинге говорить. Я очень много говорил о желаниях, и теперь я просто хочу показать, что там за этим стоит. Желание это содержание аспекта, содержание контекста. Все ваши желания это содержание одного контекста. Идеи. Идеи о себе. чем идея о себе отличается от идеализации себя. Потому что не осознав вот эти основы, не осознав эти основы, очень легко можно запутаться. Правда, очень легко. и я на тренинге в введении в Москве 23 числа 23 февраля. Я как буду показывать, чем отличается идея от идеализации. Как создается идея. идеализация создавать вы и сами создадите. Как избавить себя от идеализации. Потому что когда мы говорим как избавиться от проблем, избавить себя от себя невозможно. А поменять идеализацию на идею о себе это возможно. Именно создать идею, новую идею. Это называется передоговориться с Богом. Просто передоговориться. Тогда если не было таких моментов, тогда самый простой вариант это я достойна больше. Вот туда примите и там уже смотреться. Простите друзья, откликает меня. Вот я проходила Галина знает этот кем. Галина удивительный клубник у нас в Москве. А как понять какой момент работаю над собой работаю с домом а деньги идут к мужу? Алена это классный вопрос. Как понять такой момент работаю над собой работаю с домом а деньги идут к мужу? А кому они должны идти? А от мужа почему они не идут к тебе? Это раз. Во-вторых женщина это умножитель а мужчина делает. Конечно ты работаешь над собой но когда перестанешь работать над собой а начнешь просто осознавать себя как-то может что-то все-таки изменить потому что работа над собой это это пожертвование какой в этом смысле здравствуйте скажите пожалуйста как научиться медитации начать медитировать как можно научиться на велосипеде начать ездить будешь падать вставать будешь падать вставать и ехать и потихонечку научиться так же как плава будешь тонуть начали потом проплывешь также из медитации главное начать идти я тоже когда начинал с медитации даст практик духовных вейки по началу где-то полгода я вообще ничего не вообще не понимал что это такое сидишь закрыл глаза там мысли разные по голове как гайки на кастрюле джинь 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 и вообще не понимаешь ничего не там медитируют как они там это дело да это было так надо правда и потихоньку потихоньку здесь дисциплина ты знаешь четко что это надо делать это как зубы почистить вот тогда это потихоньку потихоньку евгений придет эдгар то с чего начать если понимаешь что жизнь заходит в тупик карьера финансы реализация материнства все от вещи пошла подскажите что делать ну вот саша саловаткина да то есть пожалуйста ребят когда задаете вопрос пишите имя чтобы я не придумал ваши имена вот что делать я предлагаю для начала прикинуть 3 если вы в москве живете приходить если нет приходите в закрытый клуб потому что закрытом клубе правда очень много интересного очень там каждый день вы будете осознавать какие-то осознавания знаете как каждый день в клубе это какой-то новый пазл новый пазл для карьер вашей картинки вашего мировоззрения воззреть на мир осознать что происходит и осознать себя в этом доброго времени суток привет наталья как неудобно это сказать ей прямо при всех родственных как-то неудобно и это сказать прямо при всех ресторах ну понимаешь мужикой неудобно что запрещает тебе это сказать где твоя сука наркантильник да вот как раз этот момент потому что я вот жестко сейчас говорю но это так это правда так пока ты не покажешь музыку женщины ты будешь сестрой музык для мамы а не женой потому что сейчас она полностью в этой роли в жены мужа тебе нужно показать что дал пришла новая женщина теперь она его жена а ты мама классная мы тебя любим приходи к нам чая так и галина мы разложим я же мать мы крутые мы не крутые мы просто такие какие мы есть наталья вот сейчас марте месяце начнется процесс до марафон настроиться там у меня задача сбросить 20 килограмм за месяц вот это будет прикольно потому что мы такие процессы подготовили удивительные вот именно в кейсе стройности да на 30 дней то есть каждый день утром вечером утром вечером это то есть прям такие глубокие осознания которые будут возможность не просто сбросить вес а понять и найти ту травму которая сподвигла тебя и в ее набрать и закрыть эту травму это самый главный аспект потому что можно сбросить несколько килограмм они потом опять наберутся почему потому что человек как правило всегда худее от слова худо а потом начинает поправляться выздоравливать а наша главная задача осознать что когда я сбрасываю килограмм я здоровею да то есть я выздоравливаю это очень важно очень главных она как раз этот кейс позволяет найти ту биологическую программу просто восемь тот синдром беженца который запустил этот это важность быть больше чтобы тебя не выгнали ну то есть эти моменты там их много интересных таких интересных интересных моментов и я думаю что они придут наталья здравствуй добрая девушка будем молиться еще для наверно для клубников сделаем там какой-нибудь в иерусалиме вот прям какой-нибудь процесс для может быть даже прием вот там пять человек едет с клуба до в иерусалиме местником может быть мы там прям одновременно прям от гроба господня таким процесс божественной любви это будет прям прям на я думаю круто мы сделали обязательно а может быть даже не для клубников а для всех желающих в один и тот же ну час вот мы делали воскресенье да а здесь делаем прям в иерусалиме какой-нибудь выберем такое время чтобы и храм был открыт еще гроб господь и или с нагорной проповеди там сделаем какую-то медитацию но посмотрим сейчас не будем думать с нагорной там либо проходила этап как называемый там где проходила нагорная проповедь сейчас мы посмотрим а может быть и три дня подряд по делу процесс не знаю надо приехать туда встретиться со всеми определить маршрут потому что в принципе уже гиды есть автобусы взяли будет очень интересно скажите про депрессии упадок сил что он можно слушать депрессия и упадок сил 90 процентов только от того когда ты ставишь цели вот цель из поставила себе вот оттуда пришел бы падать силу и прежде всего отказаться от цели и осознать что есть цель и желание а желание выстраивается из идеи а цели выстраиваются из идеализации такой интересный глубокий глубокий процесс еще раз повторюсь мы будем говорить на тренинге о нем именно на тренинг добрый день рада видеть и слезы я тоже рад маргарита елена добрая душа подскажите пожалуйста как перестать агрессировать на маму после крупной ссоры не могу не агрессировать любая милость возражает татьяна татьяна благодарю что вы написали свое имя а кто агрессирует вот мы раз не говорили об этом очень много в кубе давайте я вот здесь вот есть три великих сестры или три брата да агрессор три брата врун трус и агрессор и вот врун и агрессор они созданы для того чтобы защитить труса когда вы агрессируете вам было очень больно где-то и вы струсили и агрессор когда вы агрессируете на маму защищает вашего труса потому что вашему трусу очень больно он сильно сильно обиделась мамина дочка очень сильно обиделась на маму еще с детства и эта обида ну как есть такое понятие трек она постоянно в треке и она уже дошла до такой границы когда уже ну то есть ваш агрессор будет так стоп будем защищаться будем орать чтобы нас услышали что нам больно любой агрессор это защитник труса всегда скажите пожалуйста паховая грыжа это чем вы знаете я в данный момент сейчас не помню но это тоже грыжа вообще это я при нем принимаю очень огромное усилие на что-то паховая правда не правда не помню даже говорить брать не буду эдгар то подскажите как отказывать маме когда она просит в долг я люблю своих родителей хочу помочь но эта помощь только хуже делает ей понимаешь момент любви есть два слова у есть два слова да и нет рассказать нет ну да нет у меня есть но я тебе не дам просто не дам потому что это делает хуже быть честным тогда она возьмет ответственность за сама себя если вы это видите вот так это для вас правильно делайте всегда так как пилит сердце они так как или какой-то пресловутый социум я тренинги показывал вчера в челябинске девушка со социума не существует по социум сделан только для того чтобы пугать людей такой придумкой очень интересно люди осознают когда видят на самом деле это правда ты всегда общаешься только с одним человеком а социум социум вас вводят 4 ментальных ловушки я мы все и нас мы тоже будем смотреть на тренинги почему вы на тренинге на тренинге на тренинге потому что но это правда очень такой интересный очень глубокий тренинг получился именно там не только про деньги там вообще про основу всего эдгар подскажите как отказать маме когда она просит прекрасный перелет из мягкой посадки золотого дня благодарю добрый день календарь записи заработает когда я уже ближе ближе буду подходить к марту месяцу почему потому что там у меня планировались какие-то на свои задачи и мне нужно посмотреть просто по времени чтобы не получилось так что мне нужно будет сделать эту ситуацию и еще проводить консультацию я думаю что ближе к числу 28 там первому 2 марта я открою календарь открою календарь сразу и на марта и на апрель и на май какое счастье галина конечно я скажу даже больше у меня сейчас мы выпускаем вот этот вот тренинг первый и за ним начинаем я думаю что концу марта будет 2 3 именно 2 который даст возможность именно в этих отношениях со зависимости ну посмотреть может быть даже вебинар муж ушел бабе старше и она при бабле конце декабря он сейчас оплачивает квартиру оставил меня с восьмимесячным ребенком приходит видеться с ребенком разговаривал со мной фильтруем как вести себя все зависит от того что вы хотите от этих отношений почувствуйте для начала вам нужно простить себя в этих отношениях там с того предали преданную жену почему она придана крошена где-то себя сама и вот здесь нужно найти именно там где вы сами себя придут очень важно как спокойно но все слова спокойно я не люблю переехать другой город семью потому что спокойно переехать это умереть в другом городе где бывает спокойно только только там наверху поэтому спокойно и другая ситуация как уберите переезжать у себя должны искать там где лучше прочитала занимательной психологии за два вечера очень хорошо воспринимается захотелось большего благодарю удивительная книга правда сейчас у меня же я говорил же да пойдет четыре направления первое направление это вот размышления дурака там жизнь вне поиска смысла это первое такое направление второе направление это занимательная психология вот сейчас мы делаем вот они и занимательным богом психология для богатых и знаменитых потом будет занимательная психология или семья как центр вселенной потом занимательная психология для подростков ну то есть вот такая вот идея есть для подростков для женщин которые хотят выйти замуж занимательная психология для женщин и мужчин которые находятся и это вот второе направление третье направление сказки для взрослых детей удивительная сказка вышла сейчас мы уже будем вот ее уже готовим потихонечку в аудио формате белом есть если вы ее не читали почитайте вы знаете удивительный удивительная сказка столько столько вот этих вот моментов то есть в принципе сказка вот это вот занимательная психология ее задача была расшифровать такой сказочной мудростью именно сказочным языком расшифровать размышления дурака и в принципе а это ну это в принципе размышления дурака написанное языком сказки правда у меня сегодня был разговор про это да то есть вот у меня тоже в клиенте есть любимые да которые для нас ну так вот быть вот как вот делать вот это вот это вот это не почитай скажу почитай потому что сейчас со мной идиот разговаривает федот идиот федотка потому что ну мне мало наложили мне не додали так интересно и вот уйти от идиота и стать дураком да добро и призывающие свет носа буква d это добро у это призывающая буква ура да ара это свет добро призывающие свет сказать ему там показаны все а так и называется сказка для взрослых детей потому что внутри нас и каждого не свой ребенок сейчас мы делаем но рабочее название пока про арену и футунуков да то есть мы тут помню да у нас такое даже там пост был про дуську пердусь куда когда приходит арина когда приходит дуська пердуська и здесь фука нука это такая она как бы темная часть какая интересная в кавычках темная часть откуда ребенка может быть темная часть только доказательства и нехватка людей но тем не менее ну так плохим таким грубым языком темная часть и вот это именно соединение а самый главный момент что все эти истории пишутся по медитациям то есть там расшифровываются медитации опять же этим сказочным и несказательным языком помогает мне это делать удивительный член союза писателей юрий николаев он пишет на него просто красивый слог и мы с ним вот такую вот идею затеяли она реально выйдет она правда удивительна при депрессии что слушать благодарность есть медитация на сайте я просто на часы смотрю потому что у меня скоро посадка вы услышали меня добрая девушка при депрессии лучше слушать благодарность и божественную любовь эдгард мужчина это святой человека женщина женщина богородица когда мужчина бог женщина богородица рождается бога дети а когда мужчина козел а женщина коза рождается козлятушки но это даже даже больше не мое высказывание любимого учителя вероятеля советовича на самом деле почему она это говорит возвышая свою мужчину вы возвыситесь унижая свою мужчину вы унизитесь не придадите сколько у меня таких консультаций купила билет на тренинг и накрыла до любая консультация любой тренинг начинается с момента покупки билета это я точно знаю а также здравствуй мариночка здравствуй добрая душа нормально если женщины не работает ему все что происходит нету хорошего и плохого она все есть а это как вы выбираете только вы выбираете как он поступит потому что самое тяжелое это выбор это взять на себе ответственность это научиться принимать выбор и понимать что 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 что-то за ним придет и это придет всего лишь опыт который вы проживаете как это будет для вас это вам выбираем моя глава стать психологом для самого себя это научиться брать из себя ответственность какое мнение о прививках прививаете ли вы своих детей знаете вот у меня трое детей 1 я не знаю прививался в или нет потому что я разошелся с первой женой когда ему было три года а жена сейчас уже ушла в мир иной поэтому я не могу сказать надо и лада была полностью принято все вновь момент она сейчас она перестала там от гриппа и я очень рад что у меня жена даже слышал никаких прививок как нас не уговаривали как нас не крутили причем прививки могут быть ну самые дорогие самые лучшие она говорит нет она женщина она мама она знает как правильно поступить потому что она чувствует и кстати еще добрые люди хочу сказать тоже у меня такая идея возникла вот я сейчас поеду помолюсь в русалиде да приеду и мы будем наверное это впускать уже в жизнь это выпускать идея такая я очень бы хотел чтобы у меня на моей странице писала пост моя жена именно не просто вот я много говорю вам я говорю о том как что лучше да ну тут как психолог а она вот именно как женщина проживающая жизнь то есть в семье тоже поделится своими какими-то моментами жизни я думаю это будет очень интересно поверьте но она правда очень мудрая очень удивительная женщина благодаря ей я и стал то психологом быть честным прошли поэтому вот скоро такой какой-то спект будет женщина богородицы да добрый день посоветуйте на что обратить внимание при аутоиммунных заболеваниях благодарю ирина ирина здесь это уже момент консультации на что обратить внимание вот вот получил слова психосоматика да это психо это душа до само это тело и вот я тебе просто расскажу историю ко мне пришла одна девушка у нее раки не раки яичника то есть какой-то такой ожирение ожирение страх да как раз конфликт беженца возник да а по идее по идее в ее ситуации должен быть гора груди страх потери да то есть там но она потеряла испугалась что останется одна и брошенная и никому не нужно и включился синдром беженцем а по идее там 90 процентов должна была включиться программа рак груди и вот здесь надо очень смотреть очень тонко вот это такая штука которая очень тонкая и это как правило это лучше будет консультация вот так вот на что обратить внимание если я тебе скажу что-нибудь ты начнешь на то обращать внимание у тебя может совсем другое зачем может лучше посмотреть что именно у тебя ты сама это увидишь и осознаешь намного интереснее и намного правильнее будет потому что твоя жизнь и вот этими вот общими фразами можно человека направить по ложному пути и он потеряет какое-то время для того чтобы для того чтобы может сейчас обратить внимание и пойти в этом направлении либо он начнет там рассказывать о чем отец собранцы рисуют сломану литовской границы рассказывать это стандарт говорит поэтому я вот в эти игры вот особенно заболеваниями я не играю а что он будет если вот так кто его знает здравствуйте зовут дарья болезнь паркинсона не получается выздоровление что делать дарья та же самая ситуация болезнь паркинсона ты любит эпилептоидный кризис то есть эта программа из вообще по идее это программа исцеления но в мозге там есть такие нервные окончания которые сдавлены вот пока там воспаление не пройдет она не остановится здесь момент такой здесь надо прям вот ну прям специалистами кто понимает в этом я не врач это просто нужны эти хорошего врача который понимает психологии и понимает от чего она возникла почему и почему надо знать учили в первых почему этот криз произошел потому что что же мы перед той же кризис он тоже происходит из-за чего-то по правилам это констелляция это несколько травм одна на других наложенная тустом такой вниз получается получается такая ситуация я не могу вам сейчас сказать ничего да не правда не могу сказать это надо смотреть какое счастье слава тебе господи слава тебе господи пришло осознание все если это та девушка которой я понимаю которая подходила ко мне и говорила то есть то я про мчне прям рад и счастлив наконец-то помнишь я тебе говорил если я тебе говорю конечно где ты себе запретила как только ты это увидел на и пошли слава тебе если это так и это правда то то о ком я думаю слава тебе господи благодарю наталья будем молиться у нас первого числа евгения будет марафон там но удивительный марафон а потом по этому марафону сейчас уже в данный момент я буду делать еще и тренинг именно тренинг видео 3 каждый день будет там о чем-то говорится там я подключил к этому двух чемпионов мира по пауэрлифтингу чтобы один будет рассказывать о правильности тренировок как себя не загубить потом позвал одного парня очень высокого цигуниста очень мощного который будет давать гимнастику для суставов да потому что люди когда начинают только только даже потихоньку тренироваться это это будет в тренинге в марафоне этого не будет но марафоне тоже будет гиумнастика обязательно ей буду доволью гимнастика от чемпиона мира рекордсмена россии которая будет показывать гимнастика я почему сказал что люди ну то есть это не спортсмены которые будут пишет марафона люди которые некоторые которые давно но забыли, что такое тренировки. Поэтому это сделать надо так мягко и комфортно. Дать возможность человеку просто начинать тело раскачивать, бодрить тело, да? Но, чтобы человек не страдал, то есть там специально подобранная будет тренировка. Цигунистик будет показывать. Это будет 10-5 минут, которые нужно будет провести самим собой. То есть легкая тренировка. Там один круг, захочешь потом, когда окрепнет тело, можно второй круг делать, третий круг. И так же и цигунист. Именно вот эта вот гимнастика суставов. Я почему знаю, я сборолся когда-то, давным-давно. И как только человек выходит на ковер, у него, прежде всего, страдают суставы. Как только человек выходит куда-то, на какие-то занятия идти, очень начинает болеть суставы. Почему-то, потому что они ослаблены, там связки ослаблены. Надо туда пустить энергию, чтобы связки окрепли. Это будет легкий, но в то же время очень качественные, очень длительные упражнения. Плюс медитацию, плюс питание. Посмотрим, как это лучше сделать. Ну, питание, то есть, наверное, сам себя возьмешь за правило. Но, тем не менее, такой пробный шар мы закидываем. С числа 5 марта у нас будет марафон. Просто марафон. Стоимость этого марафона будет тысяча рублей. То есть, кейс будет стоить какие-то деньги, две с половиной тысячи. И тысяча рублей будет стоить марафон. Можно самому делать кейс, можно прийти в марафон. Это уже как. Просто я в этом марафоне сам буду предпринимать непосредственно участие. С глаза существует или эта программа внушения человека? Существует. С глаза существует. Это такой глубокий процесс, я не хочу сейчас. Какое счастье. Я рад. Наталья, надо будет выбрать что-то. Либо папу, либо стройность. Слава тебе, Господи, Марина. А что при депрессии делать? У меня есть кейс, я достойно большего. Начать с него. Вот для этого, Оксана, мы и делаем марафон, чтобы соединить. Что слушать при депрессии? У меня на сайте есть кейс. Я достойно большего. Ребят, дорогие, у меня осталось 4 минуты, сейчас уже объедет посадка. Я очень благодарен, что вы пришли. Здоровья вам, любви и процветания. Если у кого какие-то вопросы, мы не поразмышляли, я говорю, пишите и в директе. Потихоньку, потихоньку, я отвечу на каждый ваш вопрос. До встречи. На земле, где талант. До свидания. До свидания.